Приветствую вас, друзья. Извиняюсь за долгое молчание. К сожалению, мне все реже и реже удается выпускать ролики к концу недели. Это связано с моей работой. Кризис, знаете ли, не только в России, но и в Германии тоже. Тем более, мой канал, как вы знаете, давно не приносит никакого дохода, поэтому я вынужден больше времени уделять своей работе в реале. И очень многие люди спрашивали меня, отвечу ли я на наглое заявление Марка Фегина. Конечно же, отвечу, тем более, что в своем стриме Марк Фегин показал себя, так сказать, во всей красе. Он почему-то считает, что он такой дартанян в белых одеждах, у него якобы хорошая репутация, что, кстати, не соответствует реальности. Репутация его очень грязная и запачканная. Об этом мы, может быть, еще будем говорить подробно в следующих роликах, потому что думаю, что если я начну отвечать по существу, вот по пунктам Марку Фегину, думаю, этот ролик будет уже достаточно длинным. Но, конечно, без ответа я это не оставлю. Вот такое короткое сообщение одного из моих подписчиков. С него и начнем. Марк Фегин, однако, полстрима глупо перешел на личности и ненормативную лексику. Я бы проигнорировал или бы ответил, пусть не по Мальцеву, мало ли, каких еще уродов он пригласит, хотя бы по наветам на открытую Россию, если может опровергнуть. Конечно же, мне есть чем ответить Марку Фегину, тем более на мои вопросы, которые я поставил в ролике, назвав его «Кремлевский крот» или «Просто крыса». Вот это название, я думаю, Марка Фегина очень сильно задело, он обратил на это внимание. С психологической точки зрения, если рыльца не в пушку, он бы просто прошел мимо, но тут, понимаете, попал я, так сказать, на нерв. И, конечно же, не ответив на мои вопросы, он якобы, как написали множество троллей, бросил мне вызов. Никакого вызова я не увидел, я увидел обыкновенный тупой малограмотный троллинг, на это я сейчас отвечу, но сразу хочу сказать, по ходу этого ролика будут появляться комментарии, читайте мнения, так сказать, простых людей. И, кроме прочего, я еще буду показывать свой канал, над какими темами я работал эти три года. Ну, постоянные зрители приблизительно знают, а те, кто не знают, я думаю, стоит познакомиться лишний раз, о чем, собственно, говорится на канале Штарк. Начнем мы с того, что малограмотный, очень грубый человек, пришедший на личности и нецензурную лексику, начал глумиться над моим именем и почему-то решил, что ответить ему, например, мне будет нечем. Итак, давайте послушаем, как он попытался меня задеть. Ну, так, чисто по-детски, даже недостойно сидин Марка Фегина. Здесь ведь очень простой тест, очень простой лак с этим, как он, Старк, Шмарк, Шарк. Я вообще не представлял до сегодняшнего дня, кто это такой. Ну, это настолько ничтожные насекомые, что реагировать не стоит. Даже, если я понял, Тони, Старк, Шарк, не знаю, как его. Я, в общем, для себя его назвал Шанкар. Шанкар – это, так сказать, первичная стадия сифилиса. Вот так, видимо, есть проблема у Марка Фегина в прочтении этих пяти букв в английском варианте и немецком варианте. Ну да бог с ним, давайте я тоже попытаюсь прочитать его имя так, как оно звучит и что оно обозначает. Как вы знаете, я в своих роликах всегда, помимо основной темы, ну, пытаюсь, так сказать, расширить ваш кругозор. Итак, имя Фейгин, Фей-И, по-немецки читается как Ай. И имя это, фамилия, вернее, это Файгин переводится буквально на немецкий язык как Трусливый Малодушный. Если бы Марк Файгин приехал на территорию Германии, ну вот он ходил бы с фамилией Марк Трусливый. Я думаю, ему это очень даже соответствует. Знаете ли, там сверху фамилии не случайно раздают. Дальше слово Файгэ пишется по-английски вот таким образом. И здесь, я думаю, уже проживающие в Италии сейчас начинают немножко подхихикивать, так как слово Файгэ, оно по-итальянски читается, ну, прямо-таки неприлично, скажу вам честно. Давайте посмотрим перевод этого слова и тут, о боже, куда уж там до болезни сифилиса. Здесь, извините, я даже повторять не хочу, но, в общем, сами смотрите, что несет фамилия Марка, как его там, Файгина, Файкинга, Фукина, Фигина. Точно. В этом ролике я Марка буду называть Марк Фигин. Вы сами понимаете, он это полностью заслужил. Он подумал, что можно попытаться поглумиться над именем другого человека и почему-то решил, что над его именем глумиться другие не будут. Но, имея такую некрасивую фамилию, нужно было подумать, что ответ может быть еще хуже. Да, еще маленькая ремарка. Вот этот жест «русская фига» или по старому русскому слову «кукиш» утратил свое реальное значение. Если вы когда-нибудь попадете в Германию, не дай бог вам крутить фиги в отношении других людей, особенно женщин. Потому что этот жест, ну, напрямую намекает на, скажем так, половой акт. Итак, фиги лучше не крутить нигде. Ну, аж понятное дело, иметь такую фамилию... Ох, я не знаю, что бы я делал на месте Марка Фигина. В своих роликах Марк любит употреблять нецензурную лексику. Он задержался где-то мозгами в 90-х и считает до сих пор, что это в российском обществе принято. Но я хочу сказать, что наоборот. Нынешние русские не очень уважают тех, кто нецензурно выражается. Ну, скажем так, культурно-интеллигентная прослойка. Их становится все больше и больше. Марку же хочется прослыть своим среди быдва. И он считает, что это так хорошо, удачно вставленные слова. Абсолютно ни имени, ни фамилии, никого, значит, рассказывает. Какой хуйню, блядь. И, в общем, многие заслуженно считают Плетнева абсолютно ебанутой. Марк Фигин очень часто любит повторять, что его якобы лишили статуса адвоката за борьбу против шария. Но это откровенная ложь. Марка Фагина или Фигина, как там его, лишили адвокатского статуса за нецензурные высказывания в социальных сетях в адрес коллег-адвокатов и их клиентов. Ну, а вы теперь сами видите, что это у него такая застарелая болячка. Если вы где-нибудь услышите, что, дескать, Марк Фигин – это такой борец против путинского режима, против прокремлевских каналов, не верьте, лишили его статуса за его длинный язык. Здесь, я думаю, уместно будет сначала показать мнение о Марке Файгине-Фигине и его коллеге Илье Новикове. Ну вот, лично в моих глазах Илья Новиков весьма достойный человек. И, кстати, в этом месте я должен извиниться перед моими украинскими слушателями. В прошлом ролике я вам сказал, господа украинцы, пожалуйста, не судите меня строго, ведь вы наверняка скажете, что Марк Файгин – это борец ширеем. Но оказалось, что подавляющее большинство моих украинских слушателей – адекватные люди, и они тут же меня поправили. Не считайте, что мы глупые, мы знаем, кто такой Марк Файгин. Никакого уважения в нашей стране в отношении Марка Файгина нет из-за дела Савченко, а также из-за того, как он поступил со своим коллегой Ильей Новиковым. Спасибо вам, друзья, что вы поделились со мной информацией. Я-то думал, что они все еще добрые коллеги, а оказывается, Илья Новиков в отношении Марка Файгина говорит следующее. Действия вот подобных Шарков, Шанков, как вы, я еще не забываю, Старков. Но слова не должны быть лековестными. Нельзя говорить такое про людей, забывать, уходить к другому разговору и оставлять это висеть. Так а почему вы не можете, скажем, подать суд на того же Марка Файгина, ведь он выступал в украинских средствах? После того, как... Нет, это тоже, в общем, так это делать не должно. Я мог бы с ним начать выяснять отношения в России, но делать это в суде после того, как мы оба столько лет вам говорили, что в России нет нормального суда, кто из нас будет идиотом? Есть, наверное, какие-то другие институты, есть, скажем так, органы, которые саморегулируют... Адвокатская палата, в этом я имею в виду. Адвокатская палата. Да, адвокатскую палату. Да, адвокат на другого адвоката может подать жалобу, если про него сказали что-то неправильное. Смотрите, какая история. Наш конфликт развивается. То есть, по сути, Марк дал ему новую порцию, новый такой вот толчок, после того, как мы вроде уже перестали друг о друге говорить. У нас было такое молчаливое перемирие. Вот после приеда Старченко в Москву Марк начал последовательно говорить, что это была моя идея, это я согласовывал, я в этом участвовал, это моя тактика адвокатская безумная, что вообще табу говорить такое для адвоката. Но у меня же нет цели воспитывать его, учитывая, как я сейчас воспринимаю Марка. Я считаю, что это человек, но мне стыдно находиться с ним в одной корпорации. Прямо скажем. И пока его здесь, в Украине, пускают на порог и верят ему, и верят ему, исходя из того, что у него есть депутация, которую он приобрел на деле Савченко, нашей совместной работой, и сейчас используют ее против меня. Просто затевать формальную склоку, затевать вот эти выяснения отношений, но это не имеет смысла. Но мне стыдно находиться с ним в одной корпорации. Прямо скажем. И пока его здесь, в Украине, пускают на порог и верят ему... Ну, не знаю, как бы я жил, если бы в мой адрес коллеги говорили такое. И после всего этого Марк говорит, что у него отличная репутация. Давайте просчитаем один комментарий. Я думаю, что это здесь будет уместно. И немного подумаем. Вот это, так сказать, глаз народа о Марке Фигине. Сомнения насчет чистоплотности Фигина были всегда. Не буду перечислять высказанные другими справедливые претензии, только свои. Топил в прямом смысле коллегу по делу Савченко Илью Новикова. Выступил невзначай адвокатом Путина, который не причастен ни сном, ни духом к убийству российских журналистов в Африке Арханжамаль. Кстати, я проверил это действительно так. По его словам, они были убиты по ошибке, потому что, по мнению путинского повара, они работали на американскую разведку. Тем не менее, как вы знаете, все остальные адекватные люди уверены, что это был заказ. И Арханжамаля убили не по ошибке. Марк Фегин толкает совершенно другую идею, настаивая, что, конечно же, со спецслужбами России он никак не связан. Далее, в отношении Игоря Мурзина, расследователя убийства Бориса Немцова, говорил, что в Литве правосудие европейское. Если выдадут в Россию, значит по закону. Кстати, в деле убийства Бориса Немцова Марк Фегин высказывает восхитительную версию о том, что Кремль здесь ни при чем, что чеченцы, дескать, уложили, а Путин ни сном, ни духом. Понимаете, да? Позиция, которая очень выгодна Кремлю. Сам говорит, что адвокат Прохоров, явный ФСБшник, его хороший друг. Скажи мне, кто твой друг? Я закончу фразу, я скажу, кто ты. Нарочи-то выпячивая свою излишнюю смелость, а такие смелые, если оно настоящее, в Москве долго не живут. Вот здесь, так сказать, мы мягко и перейдем к вызову Марка Фегина в отношении меня. Давайте посмотрим, как смешно это выглядело. Смотрите, это очень просто делать, я много раз говорю. Вот я Фегин Марк Захарович, родившийся в 1971 году в Самаре, живущий в Москве в самом центре. Вот у меня отсюда здесь видно, я на парке культуры живу. Говорю следующее. Я считаю Путина вором, своим врагом, преступником, который должен отвечать по суду в Гааге за совершенные им за 20 лет преступления. Я считаю Лубянку КГБ, я считаю преступной организации, уничтожавшей свой народ, которая должна быть распущена, лица люстрированы и должна возникнуть новая государственная служба, которая не будет заниматься карательными операциями, преследованиями, репрессиями, ну и так далее, вы знаете по списку. Я, Фегин Марк Захарович, под этим подписываюсь. Пусть ко мне придут и меня заберут отсюда прямо в казематы. Поэтому не надо меня тут пугать и не надо мне рассказывать, кто здесь главный антипутинист. Так и есть, комментатор прав. Те, кто вот так заявляют, это 100% те, кто знают, что родные ФСБшники их не тронут, ибо они находятся под крышей у ФСБ и ходят теми путями, которые им заранее начертали. Далее в отношении анонимности. Мне ничего никому доказывать не надо. Это главное. А теперь я хочу, чтобы вот этот Старк Шмарк сделал то же самое. Вышел на своем канале, открыл свою мордочку и произнес ровно тот же текст, который произнес я. Лука хлеба с майонезом. Надо что-то придумать. Вы в жопе, господа. Я худею. Вот здесь я должен сказать бывшему адвокату, очень плохому, по всей видимости, адвокату Марку Фигину, что YouTube это такая площадка, где анонимность разрешена. Более того, в Европе до сих пор существуют законы, что человек имеет право скрывать свою идентичность, если его чем-то не устраивает популярность. Если он не хочет быть узнаваемым, ну, как адвокат он должен это знать. Вот здесь сейчас на картинке четыре крупных канала. Ну, я думаю, всем, кто так или иначе тусуется по политическим блогам, эти каналы хорошо известны. Появились они задолго до Марка Фиги здесь на YouTube и зарекомендовали себя. Опять же, кто находится за этими каналами, ни вам, ни мне неизвестно. Это только четыре самых крупных, гораздо крупнее, чем канал Марка Фигина. Мой канал один из многих, так сказать, авторов No Name. Когда начнется такая, знаете ли, акция, и все, кому не хочется быть популярными, вдруг начнут выходить в свет рампы, вот тогда скажу я вам, где-то номером 12, может быть, 29, 58 буду и я, нет проблем. А пока у меня есть такое право оставаться за камерой, просто потому, что я не хочу никакой популярности, мне хочется спокойно ходить на стадион, в кинотеатр, и мне не хочется, чтобы мою работу обсуждали мои близкие друзья. Для них у меня есть совершенно другие темы для общения. Это никак не связано с моей позицией. Автора можно и не видеть, самое главное, знать, какие мысли он репродуцирует в информационное пространство. А канал Штарк зарекомендовал себя очень хорошо за последние три года. Конечно, у меня были ошибки, как у каждого блогера, но тем не менее я вел одну очень четкую линию. И в отношении путинского режима, его приспособленцев, тех, кто обслуживает этот режим, вы, мои постоянные зрители, знаете, что я думаю. Сейчас вы увидите, на какие различные темы я говорил за эти три года со зрителями. И, кстати, ну это уже Марку Фегину, хотя сомневаюсь, что он досмотрит до этого места, Ютуб натащил на меня такой зуб, что уже 11 месяцев канал не монетизируется. Вот мне не слабо показать, сколько зарабатывает этот канал. Вот эта смехотворная цифра висит уже несколько месяцев. Меня лишили монетизации, у меня нет никакой рекламы на канале. И тем не менее я продолжаю, сейчас, правда, реже и реже, но работать в этом сегменте, показывая, что на Ютубе есть люди, которые готовы работать за идею. Понимаете, вот то, что Марку Фегину никогда в голову не придет. Марк Фегин, как я уже говорил, кроме того, что он будет беспрерывно поддерживать мнение эхов Москвы Алексея Навального, вы дальше это увидите, еще и, конечно же, про бабки. Вот то, что заметили остальные зрители. К сожалению, действительно, на вопрос, почему он пригласил провокатора Вячеслава Мальцева, Фегин ответил, что ему все равно. Он готов пригласить любой мусор, лишь бы просмотры были. Да, беседа с Вячеславом Мальцевым собрала какое-то количество просмотров, и этого достаточно для нечистоплотного Марка Фегина. Вот и весь ответ. Интересно, Марк Фегин назвал свой ролик. Стотысячный антипутинский канал. Я подумал, ну неужели? Наконец-то у нас появился канал Стотысячник, где можно, как он говорит, выражаться как угодно в отношении Путина, даже материться на него. Представляете, а до этого мы таких каналов не имели. До этого не существовало канала Сотника, Камикадзе, я имею в виду тяжелых каналов, около миллиона или с миллионом подписчиков. Там ничего про Путина говорить нельзя было. И только на вот этом, стотысячном канале Марка Фегина, оказывается, можно высказать все, что у тебя на душе. И плюс к тому, даже те, кто имеет такую возможность выступать на контролируемых Кремлем СМИ, здесь они получают возможность говорить вообще свободно. У нас можно все. В этом эфире есть все. Вы можете употреблять обценную лексику, но не злоупотребляя ей. Вы можете называть вещи своими именами, оскорблять Путина. Вы можете делать здесь все. Ах, спасибо тебе, Марк. Наконец-то ты появился. В 2019 году неожиданно выскочил откуда-то, и сразу твой канал пошел в гору. Ну а мы-то знаем, с чем это связано. Мы-то знаем, как умеют кремлевские раскручивать свой ресурс. Это главное достоинство моего канала. Потому что на нем нету ограничений. Поэтому не надо меня тут пугать, не надо мне рассказывать, кто здесь главный антипутинист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова